Я подхожу к квартире, спросите любого русскоговорящего шведа, хотел бы он жить в Праге. Естественно, хотел. Почему? Потому что сейчас в Швеции плюс 17, а здесь в Праге плюс 30, очень жарко. И очень много русских. Здесь, кстати, очень хороший курс английского языка. Так, я на месте. От метро эти 700 метров, при остановке мы в центре. Вот такой вот закрытый дворик. Квартира на втором этаже. Обошлась она чуть дороже 2000 рублей за ночь. Хороший вариант, когда вы хотите себе снять долгосрочную аренду квартиру, вам нужно где-то остановиться. Не в гостинице жить, правильно? В чем-то квартира, прямо на крыше. Такой. Кентхаус. Ну, кстати, неплохие варианты тоже. Говорят, что здесь недвижимость подорожала. Раньше можно было купить там и за 70, за 80 тысяч евро. Сейчас она поднималась в цене в два раза. Так. На месте. Так, переворачиваю камеру, посмотрим. Найдите мне такую в Москве. При остановке от Охотного ряда или от Лубянки. Так. Кухня. Кстати, хозяйка сказала, что здесь... Вот как раз хозяйка. Зовут ее Ленка. Это чешское имя. Сказала, что оставила здесь в холодильнике что-то. Для гостей. Здесь одна комната. Такой диванчик. Компьютер очень хороший. Интернет. Вид из окна. Захотите почитать книги? Много книг на Чешском. Так. Идем дальше. Здесь ванная. Душ. Душевая кабина, стиральная машинка. Ну, а здесь спальня. Такая обычная спальня. Вот такая вот квартира. Всего 15 минут от центра. Три остановки на метро. И вы оказываетесь фактически в очень тихом месте. Со своим двориком. Хозяйка живет вот в соседних апартаментах.